Новый инструмент для сбережения Министерства финансов выпустило для населения облигации федерального займа. Это расширенный выпуск деловых фактов в студии Кристина Пьяных. Здравствуйте. Для чего были выпущены эти облигации, как им воспользоваться, какой доход можно получить, об этом поговорим с гостем студии. У нас в гостях Алексей Погребенко, начальник отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным программам Департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей. Администрации Краснодара, Алексей Николаевич, это уже четвертый выпуск федеральных облигаций, но в этот раз делается такой упор, что это облигации для населения, их могут купить физические лица. Почему так акцентированно в этот раз об этом говорится? Четвертый выпуск облигаций имеет существенное отличие от трех предыдущих выпусков. Прежде всего, это отмена комиссий агента, которую покупатель облигаций платит при покупке или предъявлении к выкупу облигаций. Сейчас эти комиссии отсутствуют. То есть любой желающий может обратиться к одному из банков-агентов, их тоже увеличилось, это количество увеличилось с двух до четырех. То есть если в прошлой выпуске это было два банка Сбербанк и ВТБ, сейчас это Сбербанк, ВТБ, Почтобанк и Промсвязьбанк. Получается, Министерство финансов субсидирует эту комиссию? Да, эта комиссия будет Минфином, уже оплачивается банком-агентом. То есть покупатель облигаций заплатит только цену приобретения этой бумаги. Облигации для населения, облигации для физических лиц, это ограничения? Почему не могут эти бумаги купить юридические лица? Это специальный инструмент именно для широкого круга инвесторов. И основная цель этого выпуска и предыдущих выпусков это повышение финансовой грамотности и приобщение широкого круга населения к таким вот долговым инструментам. То есть альтернатива банковскому вкладу. И этот выпуск народных облигаций можно рассматривать как хорошая альтернатива, но с определенными условиями. То есть если банковский вклад открывается в основном на год, максимум на два года, то облигации это все-таки среднесрочный инструмент, он более консервативный. Выпуск облигаций, то есть срок, период обращения и погашения облигаций на три года выпускается. Но здесь расширенная гарантия. То есть здесь гарантии больше, чем 100% гарантии на максимальную сумму приобретения. Максимальная сумма составляет 15 миллионов рублей. И также снижен минимальный порог покупки облигаций. Если раньше он составлял 30 тысяч рублей, то сейчас облигации можно купить минимум на 10 тысяч. Я думаю, что зрители нашей программы с вами сейчас бы поспорили. Они считают наверняка банковский депозит более консервативным средством вложения своих денежных средств, нежели государственные облигации. Давайте вот прямо сейчас в эфире повышать уровень финансовой грамотности наших зрителей. И рассказать вот прям по пунктам, по отличиям. Вы уже проговорили тот момент, что больше гарантии, что банк может компенсировать в случае чрезвычайной какой-то ситуации максимум 1,4 млн страховых рублей. А в облигациях ты не потеряешь ровным счетом ничего. Плюс ко всему срок инвестирования. Доходность. Этот вопрос немаловажен и интересен. Здесь нужно рассматривать цели и срок доходности, который получает инвестор, размещая свои сбережения в ценной бумаге. Доходность по облигациям увеличивается с 6,5% до 7,35%. То есть каждый период, а это каждые полгода доходность будет возрастать. Поэтому здесь, конечно же, ключевой цель дольше продержать эти бумаги, не предъявляя погашения. То есть максимальную доходность можно получить полностью... Продержав 3 года эти бумаги. Но в отличие от банковского вклада, те владельцы облигаций, они могут предъявить их обратно к выкупу и получить полностью номинал. Вернуть свои деньги или вернуть их уже с доходом? С доходом можно вернуть только если продержать больше года. Хотя бы полгода. Если меньше года продержать, то накопленная доходность будет удержана. И плюс на текущий момент цена приобретения выше номинала. То есть с учетом той накопленной доходности, которая образовалась на текущий момент времени. Давайте сейчас переведем это на такой простой более язык для наших зрителей. Получается, с каждым днем, если ты хочешь вложить деньги в облигации, они растут в цене. Сегодня какова цена, напомню? Порядка накоплена доходность 7 рублей. Сейчас можно купить одну облигацию за 1 тысячу 7 рублей. Чем дальше, тем дороже. Через полгода владелец получает купонный доход 6,5%. В следующий купонный период у него ставка уже будет выше 7% и так далее. То есть каждые полгода он будет получать стабильный гарантированный купонный доход. Вы активно занимаетесь финансовым просвещением населения и этот выпуск облигаций в том числе направлен на эту цель. Каким образом это может привить культуру инвестирования? Просто ввести новое понятие, относительно новое понятие в обиход россиян или что-то еще? Главное здесь показать, что существует альтернатива традиционным инструментам инвестирования, тоже достаточно консервативным вкладам. И показать, что есть и другие инструменты с гарантированной доходностью, развить культуру сбережений. И все-таки это долгосточный инструмент, он должен создать такое ощущение стабильности. И действительно, вкладывая денежные средства на среднесрочный период, мы ожидаем этой стабильности от рынка. Уже прошли те времена, когда благодаря в том числе и системе страхования вкладов, вкладчики не бегут в банк и снимают свои сбережения. Они уверены, что их средства полностью будут возмещены государству в пределах от 1,4 млн. Этот же инструмент позволяет расширить эти границы гарантированного возмещения. А что показали первые три периода купонных? Растет ли интерес россиян к такому виду инвестирования? Вы имеете в виду первые выпуски? Да, первые три выпуска. Первый выпуск был полностью размещен в 17-м году, в апреле 17-го года он был первый выпуск. Затем оставшиеся два на текущий момент времени не полностью были размещены. Но опять же это с учетом комиссии. Он не настолько был интересен терять часть дохода в виде комиссии, которая составляла от пол до полутора процентов. В этом, наверное, был пробел и людей это отпугивало. Сейчас уже нет и, скорее всего, все облигации быстро раскупят. Вы завтра в том числе будете подробно рассказывать об этом виде инвестирования. Где, когда, зачем, почему? Расскажите подробности, проанонсируйте завтрашние мероприятия, которые проводятся. Завтра в городе Краснодаре проводится второй городской консультационный центр «Финансовая среда». Он будет проходить с 11 до 16 часов по адресу Северная 279. Это если ориентир, новый дом быта. Угол Северной и Рашпилевской. Вход свободный. На мероприятие будут специалисты администрации города, нашего департамента, управления по жилищным вопросам. Мы расскажем об государственных жилищных программах, в том числе и различных формах инвестирования, сбережения. Спасибо большое. Я напомню, что о народных облигациях рассказал Алексей Погребенко, начальник отдела по финансовому и фондовому рынку. И жилищным программам Департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара. Это был расширенный выпуск деловых фактов. Дневной информационный канал на этом завершает свою работу. Всего доброго и до встречи на телеканале Кубань-24.